Первую точку, которую посетил депутат Государственной Думы Владимир Гутенев-Ульяновский, стала стихийная свалка, которая километром растянулась недалеко от поворота Сельдинского шоссе. Однако решение этой проблемы предшествовало другая, более острая. В руки к федеральному эксперту попала папка с подписями жителей против строительства цементного завода «Конч», производство которого должно разместиться в Теренгульском районе. Гутенев сразу высказал свое мнение, инвесторов необходимо привечать, но с ними нужно жестко работать. Чтобы никакой чиновник не подмахнул проект, который не экологичный, проект, который не предусматривает социальные какие-то дополнительные вещи, помощи населению, вот если чиновник отконвертирует для себя в офшорку, как временщик, значит мы с вами не досмотрели. Но полностью говорить инвесторам, вы нам не нужны, ну бред полный, президент говорит о другом. А вот эти кадры не из фильма, а картина реальности. Помойка не дает покоя неравнодушным жителям с 2013 года. С каждым новым днем стихийная свалка увеличивается в размерах. С февраля этого года в региональный штаб Общероссийского народного фронта от горожан трижды поступал тревожный сигнал. В результате проверок общественников с привлечением экспертных служб ей присвоили четвертый класс опасности для окружающей среды. К делу подключились и правоохранительные органы. Прокуратура выходит с этими материалами, базируясь с теми доказательствами, которые нами были собраны. Выходит в суд и опять еще очередное решение появляется о понуждении к ликвидации свалки. Соответственно, последнее решение было в 2016 году, уже в конце 2016 года. Министерство отчиталось, что оно ликвидировало свалку, но как мы видим, ликвидации здесь и не пахнет. Городские чиновники, в свою очередь, пытаются держать удары, обещают груду, скопление строительного, бытового и прочего мусора убрать в третьем квартале 2017 года. Встречу с активистами Владимир Гутенев назначил не в офисе, а непосредственно на месте очага проблемы. Но вопрос, что будет здесь. Будет ли здесь на следующий год возникновение подобной свалки, выделение новых денег, ресурсов, машин и затрата сил, или будет все-таки проявлена политическая воля, потому что я не верю, что при наличии политической воли невозможно было бы понять, кто эту свалку сформировал. В этот день депутат Госдумы вместе с главой региона Сергеем Морозовым также подвели итоги конкурса «Проектный штаб», который проводился в рамках молодежного и инновационного форума «Будущее машиностроения России». Из главной сцены на Центральной площади наградили победителей всероссийской военно-патриотической игры «Зарница». Подробности смотрите завтра. Рината Лилова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.